Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. 18 октября в мире отмечается Международный день кредитных союзов. Идея праздника родилась в 1927 году в США. Кредитными союзами называют кооперативные некоммерческие организации, которые предоставляют финансовую помощь своим членам на выгодных условиях. Это своего рода альтернатива современной банковской системе. Праздник создан с целью привлечь внимание граждан к существованию кредитных сообществ, популяризировать кооперативные займы, донести до людей их выгоду и важность. Ну а что интересного произошло в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Сами граждане уже видят, что у нас преобразовываются. Детские садики, школы, внешний вид их, внутреннее пространство. Любимый город в Десногорске. Как реализуется программа? Ну, задняя стенку отодвинул, садились, что взялся, что детские. Полицейские задержали гаражного вора-рецидивиста. Вы в курсе, куда мы пришли? На какую экскурсию? МЧС. Спасатели рассказали детям о нюансах своей работы. Мы сегодня ели капусту и квашеную капусту. Это было очень-очень вкусно. Дошкалята познакомились с традициями предков. В среду, 17 октября, около 12 часов 20 минут, в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Вслед за этим преступник открыл прицельную стрельбу. В результате погибли 20 человек, еще 50 пострадали. Исполнителем теракта стал один из учеников колледжа – 18-летний Владислав Росляков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дело находится под личным контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В Крыму объявлен трехдневный траур. Вот уже второй год в Десногорске реализуется программа «Любимый город». Значимость этого проекта очень велика не только для развития Атомграда, но и для его жителей. Какие проблемы помогает решить данная практика и что уже сделано в этом году – об этом смотрите в нашем сюжете. Реализация проекта во многом зависит от самих десногорцев. Именно жители выбирают, что и как нужно сделать в первую очередь. Решается это путем голосования. Объединив усилия, горожане определили проблемные места, которые срочно требовали внимания и ремонта. Одна из наиболее актуальных проблем в нашем городе – это дороги. В этом году, к сожалению, было отремонтировано всего чуть более километра дорожного полотна. Где-то был произведен ямочный ремонт, а где-то полностью выполнены асфальтобетонные работы в соответствии с дорожной картой. 12 миллионов было выделено в 2018 году на ремонт дорог. Ремонт будет производиться в 2019 году и будет отремонтирована большая часть дорог Десногорска, которые требуют ремонта. Также большое внимание было уделено и образовательным учреждениям. В детских садах отремонтированы группы, столовые и кабинеты. Отреставрированы фасады и дорожки на территории школ и дошкольных учреждений. Ремонтные работы прошли в четырех садах. Это Аленка, Мишутка, Лесная сказка, Дюймовочка и во всех школах города. Одним из последних в рамках проекта реконструировали городской фонтан. Были полностью заменены коммуникации и лицевая облицовка. Установлено внутреннее освещение и гидроизоляция чаши. В следующем году программа «Любимый город» продолжит свою работу. Главное, чтобы были инициатива и активное участие жителей. Ведь это поможет сделать Десногорск лучше. Чартерные рейсы из России на египетские курорты могут возобновиться в ближайшее время. Об этом шла речь на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Абделя Фатаха Ассисия. В Российском министерстве иностранных дел уверены, что турпоток Фургаду и Шарм-Аль-Шейх будет восстановлен в полном объеме. На данный момент уже осуществляются перелеты Москва-Хургада. За последние полгода спрос россиян на Египет вырос более чем на 40%. Напомним, авиасообщение между странами было приостановлено после крушения в результате теракта в 2015 году российского самолета, летевшего из Шарм-Аль-Шейха в Санкт-Петербург. Наш город – один из самых спокойных и безопасных в области. Однако и у нас не все так тихо, как хотелось бы. Неординарные случаи и преступления все-таки происходят. За что же Десногорец мог оказаться в федеральном розыске и как удалось участковому уполномоченному его задержать – подробности прямо сейчас. В течение недели 54-летний мужчина воровал из чужого гаража автозапчасти, инструменты и металлолом. Все краденое он прятал в гараже своей родственницы и в дальнейшем планировал продать. Младелец гаража оценил ущерб в 150 тысяч рублей. После обхода дворов и опроса жителей участковому Константину Иванцову удалось выйти на след подозреваемого. Вора задержали на одной из улиц Десногорска. Полицейские установили, что мужчина находился в федеральном розыске, заранее совершенную кражу. По решению суда он должен был самостоятельно прибыть в колонию-поселение, но не сделал этого. В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом отдела МВД России по городу Десногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Все вещи были изъяты и возвращены законному владельцу. С 15 по 21 октября в нашем городе проходит профилактическое мероприятие «Неделя сплошного контроля». Оно направлено на выявление водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушений правил перевозки детей. Госавтоинспекция напоминает, что осторожность и соблюдение правил дорожного движения на дорогах могут спасти жизнь вам и вашим близким. Вопрос эффективности использования государственного имущества и механизмы приватизации запланированных объектов обсудил Комитет Смоленской областной думы по имущественным и земельным отношениям и природопользованию. Депутаты рассмотрели более 15 вопросов. Один из них – предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям. Согласно областному закону, такие участки предоставляются бесплатно, но льготные очереди во многих муниципальных образованиях движутся медленно. Теперь информация о предоставлении участков будет размещаться в единой государственной системе социального обеспечения. Думский профильный комитет также поддержал идею обязать арендаторов земель проводить культуртехнические работы на своей территории. В этом году гражданской обороне России исполнилось 86 лет. Эта служба оберегает население и территорию страны от войны, чрезвычайных ситуаций и других опасностей. 17 октября спасатели Десногорска рассказали школьникам о своей нелёгкой профессии. Подробности в нашем сюжете. Очередной день открытых дверей прошёл в местном отделении управления гражданской обороны. Школьникам города рассказали о том, как работает поисково-спасательный отряд. Показали аварийно-спасательную машину. Она предназначена для перевозки личного состава и оборудования на место происшествия. Такой автомобиль оснащён спецсигналами, громкоговорящей связью и сиреной. Спасатель – это одна из самых мужественных и опасных профессий на Земле. Тот, кто решает связать свою жизнь с этой трудной работой, уже герой. Они приходят на помощь первыми, и порой для спасения им необходимо альпинистское оборудование, такие как каска, обвязка, карабины и спусковое устройство. Сегодня именно это оборудование разрешили примерить детям. Мальчишки и девчонки, ещё совсем юные, с трепетом представляли себя в роли спасателей. И ощутили всю тяжесть аммуниции на себе. Это вызвало у них особый восторг. Разрешали пробовать одевать шлемы, вот такую штучку. Мы примеряли костюм скалолаза. Мне надевали каску альпиниста и страховку. Ребятам показали и аварийно-спасательное оборудование, объяснили, для чего необходимо каждый из них. В этот день школьники узнали много нового о работе спасателей. Это произвело на них впечатление. Есть инструмент один, и если человека зажимает, то он может раскусить железо. Это очень опасная работа, что они не спасают не только с земли, но и с высоты, после аварий. Все ребята остались довольны мини-экскурсией. Некоторые даже сами захотели стать спасателями. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Сатана Разганова, Десна ТВ. Как ни крути, изучение истории предков очень важно для развития здорового общества и воспитания подрастающего поколения. Взрослые просто обязаны делиться знаниями и опытом с детьми. Именно этим ежедневно занимаются сотрудники Десногорского музея. Сегодня к ним в гости пришли маленькие дошколята, чтобы познакомиться с очень интересной древнерусской традицией. Подробности далее. Малышей из детского сада «Ласточка» в этот день ожидало необычное мероприятие. Работники музея, как всегда, приготовили для них интересную программу. Вначале ребятам рассказали, что же за праздник они сегодня будут отмечать и как встречали его на Руси в старину. Осенний праздник «Капустник», который проходил на День воздвижения, один из самых веселых в старорусском календаре. Дошколята встретили его, как и их предки, с песнями, играми и плясками. Ребята отгадывали загадки и вспоминали русские народные инструменты, послушали старинную сказку про капусту, которая очень напоминала сказку о репке, так как была о дружбе и взаимопомощи. Особенно им понравились старинные игры. Они передавали по кругу качан капусты и поддерживали друг друга, когда танцевал тот, на ком остановилась музыка. С восторгом пытались валенком сбить колпак с капусты. И даже попробовали себя в роли настоящих русских хозяюшек. Рубили и засаливали капусту на зиму. И понравилось. Давайте еще капусты. Понравилось, девчонки? Сотрудники музея считают, что несмотря на стульеный возраст, дошколята очень дружные, сплоченные и уже много знают об истории и быте своих предков. Это очень здорово, когда мы так собираемся на такие посиделки, потому что детки начинают интересоваться нашей историей и больше узнавать. И мы будем стараться делать как можно больше мероприятий, чтобы дети посещали историко-краеведческий музей. В завершении праздника детвору угостили квашеной капустой и домашними пирогами. Естественно, тоже с капустой. Юные краеведы остались в полном восторге от мероприятия. Мне понравилось, что мы узнали много чего про капусту. И мне понравилось, как мы взбивали колбак с капусты. И мне понравилось, как девочки рубили капусту. Мы сегодня ели капусту и квашеную капусту. Это было очень-очень вкусно. Светлана Разганова, Юлия Сублева, Марина Якубишина, Десна-ТВ. И коротко о погоде. 19 октября будет облачно с прояснениями. Днём плюс 16, ночью плюс 9. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok